Пацаны, кто-нибудь вообще в военкомат когда-нибудь ходил? Ну, ты шаришь, там есть такой чувак, который писки проверяет, шаришь? Это мой батя был. Как ты думаешь, возможно ли обрести счастье, если ты писки проверяешь в военкомате, бля? Блин, такие люди бывают счастливые, бля. В чём твоё счастье, брат? Я писки тестирую в военкомате, брат. Ребят, привет. Это Киев, блядь? Ну, ты читай, грамотный, наверное. А, это Киев, блядь, точно. Блядь. Киев, блядь. Там не я, а А буква. А, блядь. Всё, точно, точно. Капитошка. Это же мультик такой был. Такое чувство, что все советские мультипликаторы, наркоманы, диверсанты не находишь? Я уже нашёл. Что за такой-то, Олег? Блядь, просто Олег. Слушай, ты когда-нибудь девушкам киндер-сюрпризы покупал? Конечно. Киндер-сюрпри, я не знаю. Почему в этих киндер-сюрпризы одна хуйня попадается постоянно какая-то? Так это же для детей. В смысле, так нахуй я тогда девушкам киндер-сюрпризы покупал, если это для детей, блядь? Потому что они дети маленькие. Ты, блядь, педофил? До свидания. Да какой-то долбоёб хотел что-то там намутить на своём канале. Чё-то как-то легко. И кто из нас теперь долбоёб? Тебе, блядь, сука, нельзя давать ёбаный глок в руку. Чё, с софтом тут играют, да? Да, я с читом играю. Вот сука. Вот сука. Мы пригрели демона, пацаны, да? Сука. Ну, сука. Ебва? Ну, сука, с читами щенок. Знал же ведь, пидор, а? Знал, что он там. Знал же. Ай, это мразь. Читер. Читерюга. Ну, всё, не вижу, когда идти. Можешь нахуй пойти. Нет, я не даун, я человек, который не знает своего имени. То есть ты, получается, человек без имени, да? Да, я безымянный. Грустно, наверное, быть безымянным. Не, почему? Ты можешь меня просто любить. Игорем, Василием, хуебесом. Слушай, блядь, я знаю одного такого героя, который тоже был безымянный, блядь. Чебурашкой назвали. Может, блядь, давайте Чебурашкой назовём, блядь? Помнишь, помнишь эту песню? Я был когда-то странной игрушкой безымянной, помнишь? Второй в магазине, никто не подходил. Всё, братан, отныне ты Чебурашка, блядь. Понял? Чебурашка ты, ёбаная. Чем здесь нахуй? Батя бежит на помощь. Нихуя, слушай, ты тут авторитет местный? Вообще пизда. Ты когда-нибудь девушкам покупал киндер-сурпризы? Нет. Слушай, так ты вообще не романтик, нихуя. Ты, походу, свои яйца сразу на стол закладывал, да? Сразу же. Кто-нибудь покупал киндер, ребят? Не нахуй сейчас я тебе куплю, блядь, такой киндер. Короче, это самое. У меня друг таджик на стройке работает, в общем. И он мне подарил диск, Гарри Поттер и философский кафель. Это вообще нормально, как ты думаешь? Ну да. Говорит, посмотри, интересно. Он меня жизни научил. Посмотрел? Ну да. И как, интересно? Ну, неожиданно появилось желание класть кафель везде. А матюкация здесь запрещена, да? Да не, похуй. Ебать охуенно. Вообще охуительно просто. Все бан получишься. За что, в смысле? Слушайте, ребят, никак не могу свою девушку раскусить. Не боюсь. Но проблема в другом. И в чем же? Я не могу найти у нее точку 3G. 3G? 3G ты только не найдешь. Это такая модификация просто, баба. Модификация? Слушай, так заебись. Она, походу, может во время секса раздавать и нет. Теперь заебись. ЛТЕ, блядь. Как сделать двойной капучино, если у тебя всего одна рука? Зачем учиться, если тебе можно стать гангстером, например? Да не, не, это не для меня. Я не люблю криминалов. Блядь, ты знаешь, это все так, на словах все охуенно. А так очень-очень страшно. Ну ты, я чувствую, да, уже промокся вот этой вот криминальной жизни. Ты больше не хочешь с этим связываться, да? Так горечь в твоих словах. Не, не, я даже не пробовал, я не хочу пробовать. У меня район просто такой, что ну и вон нахуй. Ты оперируешь неподтвержденными данными, братан. Ты не можешь знать, что это страшно, если ты ни разу не был замешан в этом деле. Ну я тогда промолчу просто. Ты можешь чуть погромче говорить? Нормально, сделай наушники громче, ты, мудила, блядь. Нормально, вот бы администратору мудила сказать. Вот, я, короче, учусь на юриста, адвоката, понял? О, о, надо. Мне как раз нужен адвокат, пиздец как нужен. Ты смысл мне учиться на адвоката, если я не могу даже своей матери доказать, что я не долбоёб. Ха-ха-ха, базарно. Это тогда у тебя проблемы. Ты должен всем доказывать того, чего нету. Адвокат же должен быть справедливым, а вдруг я долбоёб. Как ты думаешь, можно отмазать человека 15 килограмм метровые, если его принять? Сколько это будет стоить? Как были получены? Мы живём в Украине, как бы, тут всё понятно. Просто сколько это будет стоить? Стоить это будет приблизительно около 300 тысяч гривен. А теперь спроси, вот когда я получу 300 тысяч гривен от тебя, что я сделаю? Смотрю. Кинешь меня, мам? Конечно, блядь, в этой жизни никому доверять нельзя, тем более адвокатам дауном. Ха-ха-ха-ха. Школа взрослой жизни, блядь, от Олега. Ребята, у меня к вам вопрос серьёзный есть. Где взять травки? Я тебе могу сказать. В четвёртую ночь снятся пельмени. Как вы думаете, к чему пельмени снятся? Тебе нужна баба. А, жрать хочешь? Давно пельменнику. Или то, что тебя пронесёт очень хорошо, блядь, на долей? Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Если вам понравился ролик, ставьте лайки и смотрите предыдущие видео. Один патрон за игла в него. Я же сказал.